Музыка Ребята, всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ И сегодня я распакую вот такой прекрасный наборчик Игровой капельчит Дракона 3 Или как это звучит по-английски How to train your dragon in the hidden world Astrid и Грамгильда Ну а по-английскому Astrid and Stormfly Это так волнительно и так круто Потому что вы знаете, что у меня уже есть из этой коллекции Дневная Фури и Икинг Если вы смотрели распаковку, то я думаю, вы это видели и знаете А теперь я купила себе вот такой шикарный набор Astrid из Грамгильды Я просто очень люблю персонажей таких Я очень люблю Грамгильду Я люблю Astrid, мне они очень нравятся То есть я к ним не отношусь, ну вот как они второстепенные какие-то там, не знаю, там персонажи Нет, для меня они тоже считаются как главные персонажи Потому что они очень красивые и мне кажется, они тоже главные Поэтому я решила себе прикупить вот такой вот наборчик А мне, так скажем, подарили родители вот этот вот шикарный набор То есть я его не покупала, но, так скажем, мне его подарили А цена, я не знаю, где ее купили, но мне ее подарили А цена где-то примерно 2 200 Да, дороговато, но не так дорого, как Дневная Фури Потому что это, как мне кажется, не такой уж главный персонаж Хотя мне очень даже нравится Грамгильда Она прикольная И Astrid тоже шикарная Что ж, давайте начнем уже обзор Начнем сначала с лицевой, так скажем, стороны коробки Здесь, как и на всех коробках, изображен беззубик Надпись Dreamworks И еще How to change your dragon the hidden world Надпись такая Фирма Spin Master Потом здесь такое, как логотип драконов То есть если вы смотрели такие, знаете, как вот сезоны Там первый, второй сезон, то там это было как еще герб Олуха Я точно помню, что-то такое Потом здесь еще, ну или это просто такой знак Разящий Здесь еще написано по-английски Astrid и Stormfly То есть тут написано Astrid и Громгильда Здесь всякие предупреждения, которые, я думаю, нам не очень интересны И тут написано Fire's Dragon Blasts Ну, как я поняла, это говорится о том, что Громгильда может стрелять вот таким вот бластером Ну, не бластером, а снарядом таким вот Ну, как я думаю, вы все поняли, как это выглядит с лицевой стороны Ну, и здесь еще тоже как фон Скорту Мира Тут такая вот была часть Конечно же, сами персонажи И ребята, пожалуйста, поставьте сейчас лайк за вот этот шикарный набор Потому что я его тоже очень сильно хотела Я прям вот, ух, как хотела купить этот набор Потому что мне нравится вот такая вот коллекция дракошек с людьми Так, давайте посмотрим, что нарисовано здесь Здесь у нас нарисован икинг и безумик Такие летящие Ну, это как на всех коробках, так нарисовано Поэтому, я думаю, вы все это знаете Такой нясный безумик И еще няшный икинг У меня, кстати, икинг есть, и безумик тоже Обзоры на икинга земной фурии вы можете посмотреть на моем канале И обзоры на безумика вы тоже можете посмотреть на моем канале Сразу говорю, у меня безумик шел без икинга Потому что я покупала отдельного безумика Потому что я не хотела повторять икинга два раза Так, с обратной стороны У нас нарисована такая картинка Как выглядят Астрид и Грангильды без коробки Вот эта шикарная Грангильда Вот она со своим снарядом А вот Астрид, она со своим топором идет Ее любимый топор Вот они такие вот стоят, такие воинственные Женщины, я бы так сказала Ну, девушки Здесь тоже такой, как Знак разящих Здесь написано, что Броня из чешуи дракона То есть, что у Астрид Броня из чешуи нашего Прекрасного дракона А точнее Грангильдочки Так, ну тут тоже всякие предупреждения Все такое Там вот Спинмастер Дреймворкс Все такое Так, дальше Здесь у нас Написано Ребята тоже Астрид и Грангильда И как я поняла Это знак Когтевиков Или еще по-другому Есть как Класс ищей Мне кажется, это вот этот вот значок Если вы точно знаете Напишите в комментариях Но мне кажется, я права Так Ну, сзади там наш Неинтересный Ерунда Там всякий тик Та-та-та-та-та-та-та-та-та Но я думаю, он нам Неинтересен Кстати, что я вам еще Хотела сказать Наш Грангильда и Астрид Будут участвовать Во влоге моих Так скажем Друзей драконов Точнее Дневной фурии Беззубика Которые ведут Влоги и челленджи Я думаю, вы уже Смотрели видео Если не смотрели Тут смотрите Вот они Мои друзья Вот Я вам их поставлю Чтобы вы могли Посмотреть Что у меня есть Вот такая вот Шикарная Дневная фурия И еще Такой вот Беззубик Ну, беззубик Конечно, я говорю Шо отдельно У меня он Из такой, знаете Серии Где они идут отдельно Так, ну Пусть они вот тут Рядышком у нас Стоят Понаблюдать За своей подружкой И да Кстати В их влогах Она будет Или их подружкой Ну, или как Не знаю Какой-то знакомый Ихний А вот, кстати У меня есть еще Икинг Нашей Астрид Да, вот такой вот Шикарный Икинг Он у меня тоже С мечом Точнее, тоже С оружием Так, поставлю Моего Икинга Вот сюда К Так скажем Дневной фудой С которой он шел Ну ладно, ребят Давайте уже Перейдем к распаковке Вот этого Няшного наборчика И, конечно же Нам понадобятся Ножнички Так Давайте Первый начнем С Грангильды Мне кажется Как бы Аздарконов Как-то правильней Ну, мне так кажется Я, конечно, не знаю Так Аккуратненько Зацепим И Как Катя открывает О Момент истины Та-да-да-да-дам Я вытаскиваю Гром Гильду Я вытаскиваю О, вытаскиваю Ммм Прикольная Какая Ути Красавица Она такая Маленькая Мне казалось Она, конечно, немножко Будет побольше Но ничего Вот она такая Прикольная Сейчас вам покажу Как она стоит Она Не, она даже Нормально стоит Она такая, знаете Типа Надо что-то найти Такая прикольненькая У нее, как я поняла Какой-то будет Механизм Как-то будет Нажать на нее Я еще точно, конечно, сейчас Узнаю Скорее, если надо будет Вот так вот Дергать ее Вот так За нижнюю часть Я точно не знаю Вот мы и узнаем сейчас Так У нее двигаются крылышки Вот так вот И вот так Сейчас То есть у нее двое крылышек двигается Мне, кстати, в такой она пузе так нравится Вот так Она, кстати, по сравнению Вот давайте сравним их Она Меньше по сравнению С Дневной фурией Хотя, мне кажется Наоборот Она должна быть больше Ну В принципе, нормально Сейчас мы их вот так вот сравним Поставим двух Хотя Мне кажется Просто у нее хвост Такой, знаете Как длинный Поэтому они обе В принципе Очень нормально смотрятся В моих влогах Они будут лучшими подружками Если что Так У нее вот такая вот челюсть Вот она Такая, как я поняла Подвижная Вон там у нее механизм Когда мы вставим ее пульку Так скажем Давайте ее дальше рассмотрим Так У нее тут есть сиденье На которое Как я поняла Наверное Можно будет прикрепить Астрит Или просто так посадить ее У нее такой хвост Он такой Более резиновый То есть Она сделана из резины У нее Рожки из резины сделаны Это тоже из твердой резины А вот Это все Пластик Вот это Пластик Это пластик Это резина Это резина твердая То есть Вот это пузико Пластик Лапы у нее сделаны Из резины Кстати Странные Ну ладно Из резины Так Крылышки у нее сделаны Из пластика Поэтому она такая у нас Половина резиновая Половина пластиковая Такая прикольная она Красивая Так Ну как вы знаете У нее глаза такие желтенькие Вот эти вот Шибчики розовые Вот этот вот Рог У нее Желтый Точнее Это у нее тоже желтый И это желтый Ну я думаю Вы все поняли Что это желтый у нее Так Так А все У нее Вот это тоже Желтенькое С таким Голубым Но вот я вам скажу Их не ошибку Они наверное Как-то быстро красили Чтобы получилось Тут зеленоватое Ну ладно Спростим их Так Это желтенькая У нее тоже часть А это пузик Оно как Такое как телесно Такое Знаете Как телесный более цвет И здесь у нее еще Видны такие ремешки Которые будут Держать ее Вот это сидение Ну якобы держит И здесь у нее такие Коричневые Коготочки На ногах тоже Коричневые Коготочки И Тут тоже такого Коричневого цвета А сама она Голубенькая И здесь такие штучки Это как у всех драконов Ну в принципе Даже скажу Очень красивая Грингильда Мне она понравилась Она такая желтая Голубая Но я думаю Фанаты Как я это знают Так давайте Пусть она пока что Тут постоит И пойдемте Откроем нашу А Астрид Открывается Скажу Сложнее Икинга Это уж точно Ребят Я за кадром Это сделала Потому что Кстати Вот достается Она легче Икинга Вот Прикреплена Она тяжелее Так Вот наша Астрид Она тоже В таких вот Желто-голубых Тонах У нее тут Такая как Юмочка То есть Такое как Ремешок Еще Ремешок Коричневый А тут у нее Тоже как Рукава Коричневые А сапожки У нее такие Как Голубенькие И желтенькие И она Одета в броню Похожую на Злобного Змеевика Точнее Ее дракончика Грингильда Так Вот так вот Она выглядит Такая хорошенькая Кстати Она очень Красивая Красивая Да Мне нравится Так Голова у нее Должна Наверное Крутиться Хотя А да Крутится Крутится Голова Вот Вверх Вниз Крутится Ручки у нее Тоже Механические Так скажем Тоже Крутятся Ножки А ножки У нее Не крутятся Или Ну как-то Мне кажется Как-то Плохо Не 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 крутятся Но Как-то Плохо Так Она стоит Она Да Она стоит Она может стоять Ну в принципе Мне она очень нравится Прикольно У нее тоже шлем Как у Безои Как у Икинга В стиле Грингильды У нее тоже все Желтое Такое Голубое И немножко коричневое То есть как у ее Питомца Грингильды Что ж Давайте Достанем их Оружие И все Вот такое Так Ребята Мне пришлось Это очень тяжело За кадром Открывать Ее Вот этот Снаряд Грингильды И топорик Нашей Астрид Я конечно Так скажем Ничего хочу сказать Но это очень похоже На молот Торы Из Марвел Знаете Тор там Конечно Странно Но Это просто Мои мысли Я конечно знаю Что у Тора молот А не топор Но просто Знаете Такая текстура Похожая Мне кажется Более Так Давайте я сейчас Вставлю топорик Нашей Астрид Кстати Смотрите Как он у нее Хорошо Вообще Вау Вау Мастер Боевая Такая Сейчас Поставлю Она Она упадет Я не удивлена Поставим так Она упадет Не Она стоит Так Теперь давайте Грингильда И знаете Попробуем Как стреляет Наша Грингильда Потому что Мне очень интересно Как она Стреляет Что так А как она Стреляет В идее Она как-то Должна Стрелять Хорошо Ребята Сейчас Сейчас Просто Катя Вы не знаете Она просто Профессионала Знаете Она такая Профессионала Что она Прям вот Ну Стреляет Ой Прости Я Ставь Умоляю тебя Так Честно Я даже Не знаю Как она Должна Стрелять Ну Сейчас Мы Ребята Узнаем Как она Должна Стрелять Должна Акцентрирую Так Так Ребята Я разобралась Как она Стреляет Это было Немножко Страшно Потому что Я испугался Что это Вот смотрите Видите у нее Лапа Я-то думаю Вот что-то С лапами Наверное Связано Вот так Вот вниз Делаем И Да Громко И страшно То есть Вот такой вот Механизм Что Она вот так Рот Открает То есть Мы вот так Вот ее За лапой Делаем И она Будет Стрелять Сейчас Вот я вам Покажу Еще Наглядный Пример У меня Упало Но Но Все равно То есть Вы поняли Как это Делается Сейчас Я попробую Астр Посадить На нашу Громгильду Короче Ребят Я Сейчас Попытаюсь Ее Как-нибудь Так Посадить У нее Просто Очень Туго Ноги Делаются Поэтому Я ее Посажу Вот так Сейчас Конечно Это странно Но Сейчас Я попробую Вот Ребят Я же говорю У нее Просто Очень Тугие Ноги Тугие Ноги Кто-то Говорит Ой Ладно Давайте О Она Прям Как Родная Тут Сидит Родная Вообще Так Ну Вот Такая Получилась У нас Команда Команда Сейчас Еще Стрелять Будем Минуточку Мне кажется Я Выкинга Попала Простите Ну Короче Вот Такая Прикольная Игрушка Я вам Очень Советую Очень Качественная Мне Очень Нравится Она Прикольная И Ребята Если вам Понравился Этот Видео Обзор То Подписывайтесь На мой канал И Ставьте Лайки И Всем Пока 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 Жми Жми Фол Лайкни Меня Лайкни Меня Лайкни Меня Жми И Добавляйся Друзья